О чем говорят с высокой трибуны? О чем шепчутся в кулуарах? И как отдыхают участники Всемирного экономического форума в Давосе? Всю неделю на 99,6 FM. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Сегодня второй день работы Давосского Всемирного экономического форума. У нас на связи главный редактор радиостанции Финам-ФМ Катерина Романова из Давоса. Катерина, добрый вечер. Добрый вечер, радиослушатели. Михаил, сегодня действительно второй день в Давосе продолжает свою работу российская делегация на Всемирном экономическом форуме. В Конгресс-центре прошел брифинг для СМИ с начальником экспертного управления президента Российской Федерации, представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связи с представителями лидеров стран-участников Большой двадцатки Ксении Юдаевой. В Русском доме состоялась презентация заявки на проведение международной выставки Экспо-2020 в Екатеринбурге и обсуждение сценариев развития Российской Федерации в мероприятии, организованной компанией BWC, PricewaterhouseCoopers. Модератор этой неформальной дискуссии, ректор Российской экономической школы, спикер одного из сценариев развития Российской Федерации вчера здесь на пленарном заседании ВЭФ, Сергей Гуриев в прямом эфире Финам-ФПМ. Сергей Маратович, добрый день. Добрый день, Екатерина. Добрый день. Далее говорили премьер-министр и глава Сбербанка. Я был участником этого проекта по созданию сценариев. Продолжался примерно год. Участники проекта, в первую очередь сотрудники Всемирного экономического форума, провели целый ряд обсуждений, мокровых штурмов. В них участвовали 30 ряд экспертов из российского международного бизнеса, научных кругов, государственных органов. Поэтому трудно сказать, что участники проекта не думали о таких простых вопросах. Просто участники проекта в целом, наверное, не разделяют оптимизм с точки зрения способности российского государства или желания российского государства решать проблемы повышения качества институтов, борьбы с коррупцией и так далее. И вот когда вы говорили о голосовании, Екатерина, я хотел бы напомнить, что участники премьер-министр заседания в поздравляющем большинстве своем сказали, что самая главная проблема в России – это качество государственных институтов. И из пяти вопросов, из пяти возможных вариантов ответов, 78% выбрали именно этот ответ, что показывает, что, к сожалению, пока российские международные бизнесмены не уверены в том, что четвертый положительный сценарий будет реализован. С другой стороны, мне кажется, хорошо, что нет и катастрофического сценария среди этих трех сценариев. Никто не говорит о каких-то апокалиптических вариантах развития событий. – А, позвольте, да, Катерина, позвольте, Сергей Маратович. – Алло. – Да, Сергей Маратович, добрый вечер. У меня вот какой вопрос. Почему, собственно, надо было обсуждать именно негативный сценарий? Вот есть четвертый, да? Вот, может быть, все-таки действительно стоит про это говорить? – Мы хотели обсудить, ну, не только я, но все участники проекта хотели сделать работу, хотели собрать с точки зрения международного бизнесмена. И, к сожалению, эксперты, которые участвовали в этом проекте, все хотят жить в хорошей стране, все хотят, чтобы реализовался четвертый положительный сценарий, где российское правительство побеждает коррупцию, строит конкурентную экономику. В России быстрыми темпами развиваются системы производства человеческого капитала и так далее. Но более реалистичными, к сожалению, были избраны эти варианты развития событий, где, возможно, такого рода реформы проходят в лучшем случае в некоторых регионах. Я думаю, что у экспертов просто нет задачи придумывать какие-то идеальные миры, на которые мы смотрим через розовые очки. Потому что если вы будете делать бизнес, отходя из своей мечты, это может кончиться плохо. Бизнес лучше делать, отходя из реальных вариантов развития событий. Нет, это очевидно совершенно, но можно ведь не... Говорить о хороших сценариях можно, но строить стратегию лучше, исходя из реальных сценарий. Вот Дмитрий Медведев, возвращаясь опять же к негативным сценариям экспертов, подчеркнул, что ему близок оптимизм Уинстона Черчилля, который считал, что трудности, которые предстоит преодолеть, не больше тех, которые уже пройдены. Вы это мнение разделяете? Безусловно, трудности, которые нужно преодолеть, не так велики. Многие страны с этими трудностями справлялись. Ничего не запрещает российскому правительству предпринять структурные реформы, создать конкуренцию экономику. Более того, эти планы правительство много раз уже заявляло и объявляло. Боюсь только, и об этом шла речь вчера на пленарном заседании-то, я сказал, но боюсь, что многие участники говорили о том, что пока правительство отстает от политических целей, пока правительству не удается выполнять то, что заявлено. И вот только что мы вместе с Екатериной Анатольевной на сессии, когда мы обсуждали сценарий уже после пленарного заседания, и когда я сказал, что указ от 7 мая, подписанный Владимиром Путиным, сразу после иностранства о том, что Россия в 2015 году будет на 50-м месте в рейтингах «Дуин бизнес», подавляющее большинство аудитории, к сожалению, встретила скептически, и даже некоторые люди засмеялись. Сергей Маратович, вот буквально вчера смотрел новости, и по одному из прогнозов, не буду сейчас врать, просто не помню, но одной из ведущих компаний России, наоборот, прогнозирует пятое место в течение ближайших 10 лет в мировой экономике. Вы знаете, пятое место можно занять по целому ряду критерий. Речь идет, конечно, в первую очередь о пятом месте по размеру ВВП, не по ВВП на душу населения, то есть не по уровню жизни, а по размеру ВВП с точки зрения паритета покупательной способности. Это вполне возможно, особенно если страны, которые сегодня находятся впереди России, попадут в стагнацию, что весьма вероятно. И Россия уже находится на шестом месте, поэтому в двадцатом месте пятое место является вполне реалистичным. Но это не значит, что мы будем, что качество жизни, уровень жизни среднего россиянина будет в пятом в мире или в шестом в мире. Россия находится сегодня в этих рейтингах на пятидесятых местах, и поэтому в лучшем случае к двадцатым годам мы будем жить как сегодняшняя среднеевропейская страна, что будет очень хорошо. И вообще говоря, вот мы сегодня говорили на сети после пленарного заседания о том, что у России все не так плохо. И вот даже эти отрицательные сценарии, сценарии, предусматривающие пусть медленный нарос. Но, с другой стороны, у России гораздо больше возможностей, и не хотелось бы эти возможности упустить. Сергей Матальевич, а в ходе вот этих дискуссий какие-то советы, может быть, давались для развития российской экономики? Советов было дано много. Все эти советы власть хорошо знает. Более того, многие из этих советов записаны в программах самого правительства. Дмитрий Медведев много говорил о том, что он уже говорил об этом и собирается выполнять свои обязательства, развивать политическую конкуренцию, конкуренцию в экономике, проводить массированную приватизацию любой ценой. Он говорил о том, что Россия резко улучшит инвестиционный климат. Просто по каким-то причинам аудитория Всемирного экономического форума, судя по голосованию, считала, что правительство пока есть еще к чему стремиться с точки зрения выполнения своих обязательств. Насколько я понимаю, стремиться всегда есть к чему? Ну, мягко говоря, вы знаете, в разных странах есть разные проблемы. И в России главной проблемой является само государство. Именно так, судя по итогам голосования на пленарном заседании, считают большинство международного бизнес-сообщества. А что по этому поводу говорят в российской делегации, в члены правительства? Как эти ограничения будут становиться? Российская делегация считает, что по разным причинам раньше это не удалось сделать, но в будущем, да. Какие сроки? Я хочу добавить к вашему разговору о том, что сейчас после пленарного заседания на свободной дискуссии очень много уделила внимание российская делегация разговору про человеческий потенциал. Сергей Милович, что именно вы говорили о потенциале человека и на какой оптимистичной ноте закончилось это заседание? На самом деле, одна из возможностей и преимущества России заключается в том, что в России все-таки очень образованная рабочая сила. И, к сожалению, конечно, качество российского образования снижается. И надеяться на то, что без улучшения качества государственных институтов нам удастся повысить качество образования, конечно, такой надежды нет. С другой стороны, если Россия будет проводить вот те реформы, о которых мы говорили, будет строить конкурентоспособное государство и, соответственно, конкурентоспособную образовательную систему, то у России есть все шансы на самом деле стать одним из ведущих игроков на мировом уровне образования и исследований. И это, в свою очередь, поможет создать конкурентоспособную экономику, которая не будет зависеть от нефинанских. Я рассчитываю, что Сергей Маратович в прямом эфире радиостанции «Синам-ФМ» в одной из программ сможет рассказать нам много больше, чем в эти несколько минут, которые у нас есть. Спасибо большое, Сергей Маратович. И я хочу проанонсировать, что сегодня в русском доме в Давосе пройдет еще прием Лаос Северных Кавказов. Да, курорт Северных Кавказов. Мы увидим и музыку, и прием во всей красе, который могут обеспечить наши южные национальности. И завтра в свободной форме в русском доме будут проходить также встречи и переговоры. Вечером приемов к открытиям. И, в общем-то, русский дом не заканчивает пока свою работу, ровно как и Всемирный экономический форум. Спасибо большое, Екатерина. Как и сетин хотел бы сказать, что действительно у курортов Северного Кавказа большое будущее. Хотел бы сказать, что слово Russian House на русский язык переводится не как русский дом, а как российский дом. Спасибо. Большое спасибо. Екатерина, у меня единственный вопрос к вам. Если вы меня слышите еще, что будет завтра? Завтра, как я уже сказала, будет свободный день в российском доме. Спасибо за поправку. И будут очередные приемы. А на Всемирном экономическом форуме продолжают свою работу иностранные делегации и средства массовой информации разных стран мира. Большое вам спасибо за участие в сегодняшнем нашем прямом эфире. Я напомню, что на прямой связи из Давоса у нас была Катерина Романова, главный редактор нашей радиостанции, а также Сергей Маратович Гуриев, ректор Российской экономической школы. Сегодня он был модератором дискуссии. О чем говорят с высокой трибуны? О чем шепчутся в кулуарах? И как отдыхают участники Всемирного экономического форума в Давосе? Всю неделю на 99,6 FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова